Ребята, учитесь зарабатывать бабло в кризис, я не шучу. Для кого-то война, а для кого-то мать родна. Это Кремлевская обсерватория, здесь мы обсуждаем наиболее абсурдные новости, попадающие в ленту. Поехали! Вечерний Екатеринбург Эту газету реанимировать. Все бы ничего, ребят. Но дело в том, что мы все прекрасно знаем, что на дворе кризис. На дворе какая-то пандемия. Непонятно, что будет завтра, когда весь этот режим самоизоляции закончится. Если закончится. В общем, каждая копейка на счету. Вот городские власти вдруг решили, что им необходимо вот эту газету реанимировать. Повторюсь, вот на титульном листе здесь как раз статейка такая с заголовком Вечерка возвращается. Видимо, мы все этому дружно должны порадоваться. Далее, смотрю выходные данные. Значит, изготовлено. По заказу МАУ город. Отпечатано в типографии. Ну и бла-бла-бла. То есть, оплачена эта газета из средств бюджета. За счет налогоплательщиков. Сейчас, повторюсь. В разгар кризиса. И ладно бы, если бы у екатеринбуржцев не было необходимого количества средств массовой информации. Слушайте, ну в городе газеты, разного рода информоагентств. Всяких разных групп и паблик в соцсетях выше крыши. Их сотни. Их сотни, понимать. Больше скажу. В городе вот своих муниципальных телеканалов. Муниципальных, чисто городских. Ну, плюс региональных. Они там общую функцию выполняют, которые также существуют за счет бюджета. Пять телеканалов. Пять. Ну, это вместе с ВГТРК. Все они существуют на бюджетные деньги. Чтобы вы понимали, много это или мало пять телеканалов. Нет, ребят. Пять телеканалов в Москве такого количества местных. Чисто московских телеканалов нет. Там есть Москва-24. Есть Подмосковье-360. И есть такой районный канал доверия. Там его производные, которые существуют. Но он вещает только в определенных районах. Вот эти вот телеканалы. По сути, когда-то было кабельное телеканалов. В Москве нет такого количества телеканалов. А в Екатеринбурге есть. И сейчас появилась вот эта вот замечательная газета до кучи. Более того, ребят, вы не понимаете. Что это за газета? Тираж газеты 660 тысяч экземпляров. 660 тысяч. Что вы понимали. Тираж сопоставим с тиражом какого-то федерального издания. Ну, например, можете прямо сейчас зайти, посмотреть где-нибудь в Википедии. Тираж федеральной комсомольской правды даже поменьше будет. Ежедневка имеется в виду новостная. Там 650 тысяч всего. Но мы говорим в данном случае о федеральном издании. О федеральной комсомольской правде, которая выходит по всей стране, у них тираж меньше. Тираж еженедельника «Аргументы и факты». Полтора миллиона. Полтора миллиона. Один из таких крупнейших, мощнейших изданий, которые существуют еще с советских времен. Вот у них тираж полтора миллиона. А тут тираж простой. Екатеринбургской муниципальной газетенки сопоставим с тиражом федерального издания. Слушай, ну что, денег девать некуда? Хорошо. Я решил посмотреть. Другой момент попытался отразить. Может быть, это какая-то уникальная газета. Может быть, они публикуют какую-то очень ценную информацию, которую мы нигде не найдем. Ну, давайте ее полистаем. Как я уже сказал, на первой странице нет ничего в плане информативности. Значит, вечерка возвращается, бла-бла-бла. И анонс, что же еще есть в этой газете. Открываем страницу номер два. И па-дам! Об обращении президента России к жителям страны. Что это за обращение, господа? Это то самое старое обращение Путина. Двухнедельной давности, которое в связи с угрозой пандемии он сделал в начале апреля. Вот ребята взяли стенограмму, расшифровку вот этого обращения. Двухнедельной давности, повторюсь, опубликовали у себя в газете. Видимо, для тех, кто на бронепоезде. Потому что это обращение Путина, оно облетело уже все федеральные издания. Да не по разу. Затем все региональные. И вот теперь появляется газета «Вечерний Екатеринбург». Которая еще раз для особо одаренных решила его опубликовать. Далее вот здесь мы видим господин Цуканов. Особое мнение для людей старшего поколения. По сути, Цуканов, если кто не знает, это полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе. И тоже расшифровка его сообщения взята, я так понимаю, с официального сайта полпредства. По сути, там никакой новой или какой-то эксклюзивной, или какой-то особо ценной информации нет. Оно вышло вслед за вот этим обращением Путина. И по сути, в нем говорится, какой молодец президент. Какое правильное обращение он сделал ко всем к нам. Дальше идет такое же обращение губернатора Свердловской области Куйвышева. Суть его примерно та же самая, что и у Цуканова. Что, ребята, это прекрасно. Вот то, что делает президент в условиях пандемии. Это здорово, замечательно. Затем идет примерно такое же обращение к главы города. Ну, плюс там какие-то его отчеты, как они исполняют распоряжение президента. Как они борются с коронавирусом. Переворачиваем страницу. Вуаля! Вот на эту вот, обратите внимание, на вот эту вот статейку. Да, общими усилиями мы преодолеем все невзгоды. Тут какой-то, значит, председатель Совета Екатеринбургской, городской, общественной организации инвалидов, ветеранов войны и труда. Ну, тут идет разгон, конечно же, посвящен главным образом ветеранам, потому что мы все ждем Дня Победы еще. Вот такие вот вещи, вот такие статьи в журналистской среде вообще называют консервами. Потому что они такие вечно зеленые, они не посвящены какой-то конкретной теме. Их пишут, и они потом где-то лежат в пыльном сундуке на всякий случай. Что значит консерва? Да, она вот как раз может быть на тему там войны, она может быть написана там историей жизни какого-нибудь ветерана, да что угодно там. Какого-нибудь и клуба инвалидов, общества инвалидов, какой-нибудь там патриотической организации. То есть, любой фигне, которую можно воткнуть в любой момент. То есть, неважно, когда эта статья написана месяц, два, три, год назад. Ты ее всегда можешь, это называется, забить полосу. То есть, когда у редактора не хватает материал, полоса, она же формируется по определенному количеству знаков. Не всегда можно набрать нужное количество знаков. То есть, журналисту дают задание написать, например, статью в 10 тысяч знаков. А он написал 9,5. Ну, так получилось, нет у него больше информации. А чем-то еще надо забивать вот это оставшееся пустое место. И вот для этих целей существуют так называемые консервы. Которые лепят, дабы просто забить. Ну, и тут вот мы видим, тут уже пошло что-то вообще непонятное. Библиотеки. Чисто перепечатка из интернета. Чем заняться вам неплановые каникулы. Библиотеки предлагают Екатеринбургцам онлайн досуг. Расслабьтесь, ходите правильно. Опять же, я думаю, если порыться в каком-нибудь Яндексе, это перепечатка из любой газеты. Инструкция для родителей. В период эпидемии. Который также перепечатка с сайта Министерства здравоохранения. То есть, видно, что газету делали в спешном порядке, что ее забивали, чем попало, лишь бы забить. Друзья, я нас поздравляю. В разгар пандемии, в разгар кризиса, да, городские власти города Екатеринбурга берут и реанимируют газету, в которой нет ничего. Они ухнули в нее огромное количество денег, а она совершенно пустая. В плане информативности, в плане эксклюзивности. То есть, если я этого всего не прочитаю, то я, наверное, как-то выживу без этой информации. Более того, новости-то все старые. На наши новости нельзя опоздать, это называется. Но, по большому счету, это называется воровством. Воровством из бюджета. Серьезные деньги. Речь идет о миллионах. Потому что, ну что такое? Тираж 660 тысяч экземпляров. Вот чтобы просто написать, напечатать вот эту бумажульку, в типографии отпечатать. Да, я думаю, себестоимость вот одной вот этой газетенки, себестоимость типографской отпечатки, рубля 4-5. Теперь умножьте эти 5 рублей на 660 тысяч. Вы получите, это просто себестоимость того, чтобы вот эту макулатуру напечатать. Которую я сегодня поеду печку топить на даче. Да, да. Плюс, не будем забывать, какая-то редакция наверняка под это дело создавалась. И там сидят люди, которые получают зарплату, которые перепечатывают весь вот этот вот бред. Пусть небольшую зарплату, но в общем и в целом это серьезные деньги. Есть куча начальников, есть там куча каких-то контролеров, надзирателей и бла-бла-бла. Они тоже все за это получают. Есть какое-то помещение, которое арендуется. Есть какая-то оргтехника, которую приобрели. Я больше чем уверен, что это абсолютно новая оргтехника. Имеется в виду компьютеры, принтеры. И бла-бла-бла, миллионы, миллионы екатеринбургские чиновники, вот ваших денег, денег налогоплательщиков, взяли и украли на никому не нужную вот эту вот газетенку. Кто за это ответит, я не знаю. А я думаю, никто. Все. Это была Кремлевская обсерватория. Подумайте до завтра. Ну, а завтра на стриме об экономике будем говорить. Вы просили Дмитрия Потапенко. Готовьте вопросы. А я за всем спешу откланяться пока. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова